Добрый день, друзья! Мы все с нетерпением ждем завтрашнего дня, поскольку именно завтра приехавшие из отпуска депутаты должны рассмотреть и принять решение по дате инаугурации вновь избранного президента Владимира Зеленского. И вот сегодня прошло заседание Согласительного Совета, на котором перед началом работы сессии, как правило, рассматриваются вопросы, над которыми депутатам придется работать и рассматривать в ближайшее время. И вот глава Верховной Рады Порубий, он же логопед, начал рассказывать, какие первоочередные вопросы депутаты будут рассматривать в ближайшее время. Я хочу напомнить, что мы завершили рассмотрение закону с блоком паломно-аналитического комплекса и мы должны начать завтрашний день, завершивающий рассмотрение этого закона. То есть в самом начале спикер парламента Порубий начал говорить о тех вопросах, которые должны рассмотреть очень срочно и в безотлагательном порядке. И как он сказал начать работу сессии, депутаты должны с рассмотрения очень важных вопросов нефтеперерабатывающего комплекса. То есть всем своим видом Порубий показывал, что его абсолютно не интересует вопрос инаугурации президента Зеленского. Что это, мол, вообще вопрос старостепенный. И тут не выдерживают нервы у народного депутата Куприя. И он, перерывая Порубия, начинает довольно громко выражать свое недовольство. Звук передается не очень качественно. Одним словом депутат Куприя четко сказал, что мы занимаемся рассмотрением не тех вопросов. Сейчас украинский народ ждет рассмотрения только одного вопроса. Дата инаугурации президента Зеленского. И депутат Куприя абсолютно прав. Я тоже думал, что вопрос инаугурации будет рассматриваться в числе первых. Но как мы увидим дальше, это было далеко не так. Логопед Порубий сразу начал перебивать депутата Куприя, лишать его слова и так далее. Но Куприя не сдавался, хотя на него уже начали наезжать рядом сидящие депутаты. Скажу так, сразу стало понятно, что этот депутатский корпус не горит желанием срочно рассматривать вопрос инаугурации. А Куприя довольно громко и эмоционально требовал в первую очередь на завтрашнем заседании рассмотреть вопрос инаугурации нового президента. Аллахопед пытался ему в этом помешать и обвинять Куприя в намерении сорвать заседание сессии. Но тут довольно неожиданно депутата Куприя очень энергично поддержала Надежда Савченко. И выступала она настолько уверенно, что все попытки Порубия ее перебить не увенчались успехом. Савченко сказала то, о чем сегодня говорят все украинцы. А легитимен ли на сегодня Порошенко? И все мы понимаем, что Савченко абсолютно права. Ведь Порошенко выборы проиграл. И тем не менее, как с цепи сорвался, он начал награждать самыми высокими орденами своих ближайших соратников. А также начал вручать самые высокие воинские звания тем, кто явно на это не заслуживает. В общем, выступала Надежда Савченко очень эмоционально. Я уважаю, что ты тоже, чтобы вывечал и на врачах, выгодите на заветство. Ты же тоже будешь сидеть в репрессиях, в олимпиаде России, в репрессиях, в репрессиях, в репрессиях. Она сказала, что чем дольше мы будем затягивать с анаугурацией президента Зеленского, тем дольше будут сидеть в репрессиях наши политические заключенные в российских тюрьмах. Но недоумок Порубий постоянно пытался ее перебивать. Ну и в конце концов, раза с пятого ему это удалось. Он сказал, что мы уже вас услышали и можете идти в освояси. И тут, видимо, уже не выдержали нервы у депутата Куприя. Он подошел к Порубию и положил ему на стол вещь, на которую Порубий давно заслуживает. Это были металлические наручники, которые надевают на заключенных в местах не столь отдаленных. И дальше Куприя сказал, что придет время, и логопеду Порубию придется ответить за все. Ну и в заключение хочу сказать следующее. То, что произошло сегодня на Согласительном Совете, лишний раз подтвердило то, о чем он говорил много раз. Этот состав Верховной Рады самый позорный и самый мерзкий за все время существования Верховной Рады. Логопед Порубий в итоге все-таки сказал, что они рассмотрят вопрос с даты инаугурации президента Зеленского. Но это не столь важный вопрос. Поэтому они рассмотрят его в течение ближайшей недели. А сейчас у них скопилось очень много важных вопросов, которые нужно срочно рассмотреть. И если вы думаете, что вопрос о срочном назначении даты инаугурации был поддержан представителями фракции в парламенте, то вы глубоко ошибаетесь. Чуть ли не единственным, кто поддержал вопрос о срочном рассмотрении даты инаугурации, оказался глава фракции оппозиционного блока Вадим Новинский. Он сказал, что если посмотреть на предложенную повестку дня этой пленарной недели, то складывается впечатление, что Верховная Рада живет в каком-то политическом вакууме. И он привел пример, какие вопросы Порубий поставил на рассмотрение, как первоочередные. Я чудово разумею, насколько важен мой взгляд вопрос о переименовании села Текуче на Текуча. Но, может, стоит задуматься над приоритетностью вопроса? Нет, но вы представляете, какие они очень важные вопросы для страны будут рассматривать. Инаугурация нового президента их не интересует. А вот переименование села Текуче в Текуча – это вопрос государственной важности. Я лично считаю, что вот таким своим поведением и недоумок Порубий и весь этот парламент лишний раз продемонстрировали свое неуважение к украинскому народу. Это просто лишний раз задуматься тем сторонникам Майдана над тем, кого не привели к власти. Новинский очень удивился, а зачем они 4 мая Верховной Раде встречались с вновь избранным президентом Зеленским и обсуждали дату инаугурации, если этот важный вопрос даже не включили в повестку дня. У запропонованного нам параллельного питания немало питания про дату инаугурации. Данная тема перетворится на скандал. В общем, все главы фракций, которые присутствовали на этом согласительном совете, продемонстрировали все свое неуважение к президенту Зеленскому. Они дали понять, что будут тянуть с рассмотрением этого вопроса как можно дольше, дабы подольше удалось посидеть в депутатском кресле. А нам с вами остается только ждать и смотреть, как будут дальше развиваться события. И, конечно же, мы будем ждать ответный ход от команды Зеленского. А на этом, друзья, у меня сегодня все. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего дня. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok